Десять лет ушло у Антонио Алкала на создание одной единственной почтовой марки, посвященной хип-хопу. Но на это есть свои причины. В случае с этой маркой мне пришлось нанять на работу двух разных художников, но ни с одним, ни с другим ничего толкового не вышло. Затем я решил работать с фотохудожником. Мы вместе разработали дизайн, который изначально одобрили, а затем кто-то из вышестоящих чиновников его забраковал, и мне пришлось начинать все заново, искать новые идеи. Саму идею пришлось долго объяснять членам комитета и сотрудникам почты, ведь у каждого из них были свои представления о том, что такое хип-хоп, и о том, какое послание мы стараемся передать с помощью этой марки. В итоге, вместо того, чтобы изобразить на марке конкретного хип-хоп-исполнителя или группу, Антонио Алкала решил передать четыре основных элемента жанра – рэп, брейк-данс, граффити и диджеинг. Алкала – один из четырех арт-директоров, которым почтовая служба США доверяет дизайн своих марок. Вот уже более десяти лет он работает над самыми разнообразными темами – от сериала «Стартрек» до прокламации об освобождении рабов. «Какая моя самая любимая марка – это словно спросить, какой твой самый любимый ребенок. Одна из них была посвящена 150-летней годовщине прокламации об освобождении рабов. Она вышла настолько удачной, что почта решила выпустить вторую партию этих марок. Это случается крайне редко. Другая марка посвящена политику Харви Милку. Он был представителем ЛГБТК-сообщества, которое не так часто представляется общественности на государственном уровне. Я также сделал марку, посвященную полному солнечному затмению 2017 года. Это была специальная марка. На первый взгляд она выглядит как изображение солнечного затмения, но если вы потрете ее, то черный диск в центре исчезнет, и вы увидите Луну». Работа над маркой гораздо труднее, чем кажется на первый взгляд. На пути к окончательному дизайну сотни вариантов одной и той же марки. «Сейчас я работаю над проектами на 2024-2025 годы. Обычно я планирую, нужно ли мне вначале заняться поиском информации, провести консультации со специалистами, необходимы ли мне чертежи, нужен ли мне художник или фотограф. Что вообще мне нужно для того, чтобы осуществить этот проект? Обычно я работаю сразу над несколькими марками одновременно. Они могут находиться на разных стадиях. Некоторые я только начинаю, другие заканчиваю. На одну марку обычно уходит от двух до трех лет». Его волны цвета 2012 года стали первой серией марок в истории почты США с полностью абстрактным дизайном. «Это так называемые марки высокой номинальной стоимости. Они напечатаны сложным способом. На них 10 различных оттенков, которые создают разные линии, что придает марке как бы трехмерное изображение, элегантный вид. Они выглядят словно архитектурный объект или дорогая ткань». Конгресс обеспечивает лишь около 1% финансирования почтовой службы США за счет денег налогоплательщиков. Поэтому финансовое благополучие почты практически полностью зависит от продаж ее услуг и товаров, в том числе марок. Что делает работу Билла Джикера, директора службы почтовых марок, крайне важной. «При почтовой службе работает консультативный комитет по гражданским маркам. Это группа из 15 человек. Это обычные граждане с разными профессиями из разных уголков США. Американцы присылают нам около 30 тысяч предложений в год по поводу тематики марок. Моя служба отбирает из них те, которые соответствуют нашим критериям, и передает их комитету, который решает, брать данное предложение на разработку или нет. Комитет разрабатывает концепцию на год. После этого мы отдаем определенные темы одному из наших четырех арт-директоров, таким как Антонио. А затем они уже сами решают, каким образом интерпретировать данную тему, событие или даже идею». «И именно в этом и заключается сложность работы Антонио как художника. Ведь его холст может быть всего 2 на 2 сантиметра». «В случае с маркой тебе нужно выразить все очень сжато, все упрости, чтобы картинка не выглядела слишком сложной для восприятия. Но в то же время ты должен рассказывать историю таким образом, чтобы она оставалась интригующей и привлекательной для аудитории, такой, чтобы люди хотели приклеить эту марку на конверт». Максим Москальков, Михаил Майсурадзе, Сергей Дегатарь. Настоящее время Америка. Александрия, Вирджиния.